Их жизнь мы знаем по кино Золотые перцы И уж, конечно же, у вора дорогой автомобиль Но главное Татуировки на теле Вот они Вот неконечные воровские звезды Две на плечах, это значит крановым И две на коленях, значит не кланялся Ну вот милицейский каталог Фотоальбом воров в законе Оказывается, все не совсем так Есть воры и без татуировок Одеваются от кутюр далеко не все И лишь одно правило Вор не должен хитрить и скрывать Если спрашивают А какой у тебя статус в криминальном мире? Даже под страхом смерти он обязан представить себя Вор в законе Воры в законе Жестокие правители Или санитары преступного мира Впервые Жизнь крестных отцов без кутюр Как наказывают нарушителей Воровского кодекса чести Как воспитывают смену И кому заказывают музыку Короли криминала Кто из знаменитостей В авторитете у авторитетов А также Как жены отмаливают грехи Мужей в законе Кто держит воровской общак России И как мафия Мстит журналистам Крестные отцы Русские сенсации Смотрите прямо сейчас Это штраус Тема венский лес И вальсы штрауса И хруст печенья За рюмкой чая Человек в дорогой рубашке Тонких очках на носу И проседью в волосах Похож то ли на крупного предпринимателя То ли на профессора консерватории Заславлять на него И почти невозможно поверить На самом деле Украл выпила в тюрьму Это про него Заур Зугумов провел четверть века В местах не столь отдаленных Под совсем другие песни Москва золотоглавая Эта песня напоминает Прошлые годы в Москве Юность моя воровская В 17 лет он сначала стал Лучшим карманником СССР А потом сделал карьеру там Где другие отбывают срок Чуть не дослужился До вора в законе Воровская среда высшая Это вор в законе Ниже Вот ранки ниже Это кто? В тюрьмах допустим Ну как такового ранки ниже Нет, есть положение Он выполняет функции вора в законе А коль он выполняет функции вора в законе Значит естественно воры Не допустим что на положении Был уже кто-то Ну вот Вы были положенцами Да везде где сидел Там и был Коронованным вором в законе Заур не стал по случайности Будь иначе Вряд ли бы он так мило беседовал с нами Железное правило Вор в законе Никогда не даст интервью добровольно Это не по понятиям Что такое воровские понятия Это не обязательно Я же повторяю еще раз Не обязательно Что ты должен воровать Это Чтобы я был честен Чтобы я был справедливым Чтобы я Не поступил Не поступил за законами Которые Не писанными законами Где Один из которых Не укради Как бы вырезан Так мужики Воры будут встать И что Воры за мной не везет Это сейчас Все говорят У вор в законе Вор в законе В тот момент Никто не был готов сказать Что это такое О том что в СССР Есть не только социалистическая законность А еще и воры в законе Народ узнал с приходом перестройки Александр Гуров Теперь генерал-лейтенант И ясный депутат А тогда Обычный майор милиции Я где-то Пойнул такую фразу Мафия Меня вызвали в партком И сказали Гуров Ты кончай там это Значит такие вещи Мафия Ты что Ты кончай Но Гуров Не закончил А наоборот Провел перепис Воровского населения Оказалось На 15 отцов народов Из политбюро В стране приходится 25 крестных отцов Воров Стоящих во главе группировок Вася Бриллиант Вася Бузулутский Коля Япутенов Да то Ташкентский Точно чем Те с кем генерал Гуров Только готовился Вести незримый бой Для Заура Давно стали братьями по оружию Многие из них Не переживут Лихие 90-е Зато их смерть Впервые позволит Заглянуть В таинственный мир Криминальных королей На этом остре Учат Воровать Грабить Убивать Комсомольск На Амуре 95-й год Уроки мужества Для молодых Преподает Легендарный вор В законе Хозяин Дальнего Востока Джем Не отходя От столика В ресторане Меньше воровать Меньше драться Вперед Что нас объединило Дружба Отец Он же батя Он же Евгений Васин К началу перестройки Джем был вором Всесоюзного значения А в середине 90-х Его власть на Амуре Казалась И вовсе Безграничной Тогда говорили Джем построил Русскую Сицилию Коза Ностра По-хабаровски Объясните мне Пожалуйста Ситуацию Осень 99-го Обратите внимание На дату 9 ноября Завтра День милиции А сегодня Некоронованный Король Приморья Со своей свитой Выехал поохотиться И вдруг Оперативники в кустах Вы сейчас создали Автономцию Что можете Смоконно стрелять Добрали даже Охотничье оружие Сразу и не поймешь Кто здесь Представитель власти Кажется Это авторитет Васин Допрашивает милиционеров В доступной форме Объясняя Отбирать оружие Не по понятиям Почему вы Не долезли Чтобы защищали меня люди Оперативники Скромно отмалчиваются Радуясь Собственной предусмотрительности Зная Кого едут брать На всякий случай Прихватили с собой ДТР и автоматчиков Отвечайте на вопрос Зачем бронетрансу У вас всегда Какие-нибудь антитерроры Все Весел Вы берете на себя В тот раз Обошлось без жертв Ружье отобрали Охрану задержали А авторитеты С гласящим окружением Отпустили На все четыре стороны Меня будут охранять На руках Да он может На охоту собрать Не надо Не милиции Для этого Мне будут охранять Лучшие девушки И парни Денинского комсомола Возводили на берегах Амура Город Йомис Комсомольск-на-Амуре Город которого Не было еще Век назад В 32-м Там где раньше Тигры дрались Советская власть Решила устроить Промышленный центр Только в эпоху гласности Выяснилось Что лучшие девушки И парни Это в большинстве Своем зэки Комсомольск-на-Амуре Здесь живут Мои друзья В прошлом Сама комсомолка Одноклассница Романа Барамовича Певица Наталья Штурм Когда-то посвятила Городу на Амуре Расцветай Город мой Над Амуром Над рекой Над песней Наталья Штурма Работала В дуэте с джемом Она исполнитель Он заказчик В лучшем смысле слова Там такие овации стояли Евгений Петрович Прослезился Жена его тоже Сидит с платочком Вот То есть Все плачут Рыдают Мы эту песню спели Восемнадцать раз Комсомольск На Амуре Это родина моя В шапке-ушанке Большой и крепкий Евгений Васин Казался ей Хозяином тайги Это был Такой народный Робин Гуд Только в Москве Певица узнала Что этот таежник Вор в законе И редкие люди Умеют сохранить Своё истинное Предназначение И свою профессию Если можно так назвать Вот И сугубо Если он был когда-то Так сказать Криминальным авторитетом То он Так вот Им и остался От Москвы До самых до окраин Ей доводилось Беть и нефтяникам И газовикам И металлургам Но ни до и ни после Никто не давал ей Так щедро на чай В качестве подарка Банку икры И крест Вот такой огромный Весь там В камнях В общем Действительно А и цепочка Там ещё была Вот такого размера Через пять лет Этот воровской крест С камнями и цепочкой У неё из квартиры Выкрали Московские воры В памяти осталась песня Где лично Джему Посвящён целый куплет Мы вспомним Как было вчера Как с нами Вставала заря Как с Женькой И с Сашкой Гуляли мы Аж до утра Женька и Сашка Они сейчас вместе В земле сырой На городском кладбище Комсомольской Их могилы Рядом на самом Высоком холме Сашка Волчок Убит в девяносто девятом Женька Джем Умер в две тысячи первом Прошло семь лет А часовые могилы Всё несут вахту памяти Угрожающие Идите Больше напоминала Классическая Идите на Пока наша группа Снимала Подозрительные люди В штатском Сидели Курили И кому-то звонили Потом нам объяснили На такие могилы Одни и без охраны Не ходят Свист шин Заброшенные развалины И шикарный стол В кинофильме Ликвидация Подполковник уголовного розыска Одессы Гоцман Приезжает к ворам Почти без охраны Рядом только водитель И почти без оружия Один пистолет Против уголовников С автоматами Люди хотят убедиться Что вы даете без оружия Чисто формальный шмолец Это в кино В жизни Особенно в наше время На воровские сходки Милиция приезжает Автобусами Милиция Считай Непременный атрибут Вооруженный до зубов Бойцы СОБРа Дальше стандартная процедура Фас Профиль Печатки пальцев 12 лет Не делай Такое что Сначала На всякий случай Оперативники Подтверждают статус И только потом Начинают знакомство Кличка у тебя какая? Кличка Какая разная Кличка Мне Томас зовут Томас зовут Но в криминальном мире У тебя есть кличка? В криминальном мире нет Бабушка меня назвала В детстве Куса То есть так тебя и сейчас Бабка дала мне Эту погонялу Куса Куса Это воровская аббревиатура Расшифровывается Когда урки Спрашивают Отвечай Поймали воров в законе Поймали сходку воровского Поймали сходку воровского Теперь спрашивают Ты вор? Милиция спрашивает Да Милиция спрашивает Ты вор? Кто ты? Ну вот вор Почему он в этот момент Не может схитрить? Потому что он вор То есть он обязан? Обязан сказать вор Да Потому что он вор Хранитель воровских понятий Заур Издал уже 4 книги Своих похождений Теперь составляет Словарь воровского мира Урка Слоя Жулик Базян Отдельная глава О том Как в 90-х Воры и новые русские бандиты Сражались не за понятия А на жизнь и насмерть Сам Заур Помнит в другое время Когда понятия чтили свято А в лагерях воры Жили картами Все игры воровские Но эта игра Чисто воровская Чтоб так научиться Тасовать Нужен год По низу По верху Как хочешь Это нужно научиться К этому году ты И потом уже надо учиться Играть цветами Это еще пару лет Все вместе это занимает 7 лет Ну пускай даже 5 У кого найдется такое время У кого Только у воров У кого еще Каждый день как женщина Играет нежность Идет Итап Самому Битто есть Утром встанешь Это игра честная Если кто-то Нас обманул Нас спросят Потому что мы играли Чисто воровскую игру А воровском Обманывать нельзя Игра в карте Сходки Коронация У настоящих воров В законе десятки ритуалов Многие из них Ни разу не попадали В кадр Почти как у масонов Как мне со светом Со светом Москва Музей ГУЛАГа Обязательная часть Экспозиции Воровской суд Они устраивали Так называемые Толковища Берут большой стол Покрывают Даже находят Красный какой-то Материал Там Вязелый какой-то И покрасят Прокурор свой Обвините И вот Человека Который нарушил Воровской закон Нарушил Они должны Его трюмануть Гид и сам Из тех Кто сидел Старый политзаключенный Отмотал 13 лет В этот раз Как обычно Его рассказы Посетители слушают Раскрыв рот Кроме одного Человека в черном Да вы не смогли бы туда зайти Будем бы хоть Три-семь бедей во лбу Если вы не вор Сдохни ты Сегодня А завтра Тбилиси Город поэтов Костеприимный город По тропинкам Старого кладбища В Тбилиси Оперативник Зураб Может ходить С закрытыми глазами Здесь ему Каждый памятник Знаком в лицо Вот Костя В черных очках Тамас Расстрелян В 98 И еще один Уважаемый человек В полный рост С виду Обычные надгробья Но Зураб Обращает внимание На звезды Не на небе На памятниках Эти звездочки Обозначают Последний приют Особых людей Воров в законе А воры Это Знаешь, что я тебе сказать Неотъемлемая часть колорита Пять лет назад Грузинские власти Объявили войну Местному колориту Сходки воров в законе Объявлены Не закона В России Собираться больше трех Кодекс не запрещает И сейчас Со сходками Борется только милиция Москва Пушкинская площадь Казино Европа Борцы с оргпреступностью Получили секретную информацию Где-то здесь Сходка Но где? Сыщики плутают по этажам И лифтам И вот В этот раз Хоть и с автоматами В бронежилетах Но вошли тихо Без шума и пыли Мы благодарны Что не испортили Нам день рождения Что вполне корректно Ни на кого Объеду не держим В тот день Виновник торжества Уважаемый человек В Красном Отмечал свой 52-й день рождения Тогда еще никто не знал Через полгода Авторитета Бесика Убьют Как вас зовут? Беслан Алексеевич Беслан Алексеевич 52 года И вот Все уважаемые люди Они Да Здесь нет никого из криминала Все А говорят Авторитетов Нет Ну какие авторитеты Президенты Федерации борьбы Бокса Олимпийские чемпионы У меня не могут здесь В таком месте быть криминал И действительно Какой криминал Когда такие гости Среди нас генералы Безусловно Где вот У нас Дашь генерал Прекратите Перечисляя гостей Бесик случайно так увлекся Что проговорился У меня не могут здесь В таком месте быть криминал С криминалом Где-то за городом Отдельно Тихо увидеться Где никто меня не увидит Пока милиция проверяла документики Уважаемые гости Слушали да ели Крабьи ножки С перцем и помидорами Кто сказал Карнавала не будет Первое движение Мы тут запомним Вот это Крепно Замечательно Какие корректные люди Какие они корректные А Зашли Это культура Потом гостям вернули паспорта Люди воспитанные Каждый из них Поблагодарил милицию Спасибо Спасибо В этом спасибо читалось Спасибо не арестовали За это и выпили Чтобы это был самый худший день Наши Да Чтобы это был самый худший Хозяин застолья Не вор в законе В криминальном мире Его называли миротворцем Говорят Бесику удавалось убедить Братва не стрелять их друг в друга Даже непримиримых авторитетов Братва подумала И решила застрелить Самого миротворца На месте происшествия Эксперты нашли 10 гильз Скорее всего Неизвестные стреляли Из автомата Калашникова Возле дома номер 8 По Денежному переулку Обнаружен труп Гражданина Джона Беслана Алексеевича 16 пуль Из автомата Калашникова Выпустили в спину Проводить Трекийского судью На высший суд Собрался весь воровской мир Столько криминальных авторитетов Сразу Милиция не видела Со времен похорон Джема За Сашку Волчка за нашего Обязательно Пусть ему там Игнется За Атарика нашего Там тоже Наверное сейчас вместе Там бухают в этот день Обязательно За Атарика За всех За всех За Япончика Это место на Амуре И сейчас называют Островом Джема Дальневосточный воров Зарастил себе смену Это же банда Абрампула Видишь Так как Пять палаток Выстроены в ряд Почти летний лагерь Для бойскаутов Джем учил детей Ставить палатки Разводить костер Выживать в лесу Вечерами Юридические консультации Сейчас как Судья скажу Так оно и будет Понял Судья наши Все схвачено Перед сном Для особо одаренных Карты Играли не на деньги На отжимания Эти кадры снимал Личный оператор Джема Хотя обычно Воры в законе Старонятся публичности Джему нравилось Когда его увековечивали Для домашнего архива Этих мальчишек Не только можно Чтобы они себя почувствовали Мужчинами Настоящими Не так как у нас Вот порой Происход Вадим Павел Он сжат Так полный Нужно двух раз Чтобы он мог защитить Свою мать Свою девушку Свою гонку Уникальное интервью Вор в законе Дал его в порядке Исключение За красивые глаза И большое уважение Девушке-корреспондента И тем не менее Если допустим Вас Евгения Петрович Или Джема Вас Джема обидят То эти мальчишки Встанут на вашу защиту Мне конечно встанут Джем потом Оказывал большую Был творительную помощь Детским домам Что вот интересно Содержал футбольную команду И вообще Закрыл доступ Мафии Транснациональной мафии В Хабаровский край Вот возникает вопрос Польза или вред Но это уже отдельный вопрос Мафия она и полезна Оказывается бывает И все-таки Это была мафия Данью был обложен Весь Дальний Восток Рыба Золото Нефть Джем пытался везде Поставить своих людей И изговорчивых Наказывали Джем был уверен Если за ним и придут То не милиционеры А собственные Друзья и коллеги Мне тандировали вообще Джип Это видео из домашней коллекции Другого короля Приморья Вора в законе Васи Якута В кадре Джип Евгения Васина За кадром Наемные убийцы Они следят За хозяином Джипа Оборотни вычислили быстро Вскоре рядом с домом Васина Милиция нашла Человека с булей в голове Рядом Снайперская винтовка Его брали через несколько месяцев После неудавшегося покушения Евгений Васин был удивлен На этот раз пришли все-таки Люди в погонах Подъезд Васина Где он проживал Постоянно охранялся Молодыми людьми Сергея Аксаментова В газетах называют Приморским Глебом Жегловым Спецоперацию Поймать Джема Он помнит поминутно Мы встали на балкон И увидели Что там находится Не менее 300-400 человек Возле наших машин Естественно Даже теми силами Которые были с нами То есть это некий Собраз оружия Мы не смогли бы Наверное Нам помочь Беспрепятственно сезть машину Чтобы вывезти Арестованного авторитета В то утро пришлось Договариваться Васина выводили На улицу Без наручников И чтобы когда К нему подошли Молодые люди Прощаться Выразить свое сочувствие Чтобы этому Как бы не препятствовали Арестовать Джема В Комсомольске На это не каждый бы решился Братва Не раз посылала Сычагу черные метки В тот вечер Пока съемочная группа Ходила по берегу моря Мы не заметили Что за каждым шагом Нашего корреспондента Продолжают следить Съемочная группа МТВ Прекрасно съездила Когда машина Улетела в кювет Сначала подумали Водитель не справился С управлением Потом ДТП списали На мокрую дорогу На восточной дороге Они неисповедимы И только в автосервисе Нам объяснили Кто-то надрезал Тормозные шланги И будь скорость повыше Авария была бы Куда страшнее Две недели Васин не дожил До своего 50-летия Его нашли Мертвым В следственном изоляторе По официальной версии Отказалось сердце Но бывшие знакомые Имеют особое мнение Вора убили Его вечный противник Вася Якут Погиб через пару лет Многие называют Комсомольск-на-Амуре Криминальной столицей Дальнего Востока Как говорят в Рубов Именно в Комсомольске-на-Амуре Проживают пятеро воров в законе С тех пор прошло 7 лет Власть одолела Джемовскую Коза Ностра И теперь воров в законе В Комсомольске нет Положение кодекса чести Воров в законе Положенец Заур Знает наизусть Для настоящего авторитета Они как 10 заповедей В армии, если не служил Ты можешь быть На какой хочешь высоте Но только вону заходим Не можешь И зачем? За то, что Задутся вода Первый кодекс Сочиненный еще в 30-х Сплошь из запретов Не убей, не женись, не работай Но всегда зовут Продосрочное освобождение И сотрудничество с государством Пермский край Соликамск Легендарный белый лебедь Тюрьма, созданная Специально для воров В 50-х Их свозили сюда Со всего Союза Вот на таких нарах спали И это самые настоящие нары Воровскому кодексу Вор не имеет права Убираться в камере Стирать Или что-быть вещи На это и сделало ставку Дюремное начальство Законников сажали В одну камеру Выживали сильнейшие Не сдавались На жаргоне Не сучивались Только самые принципиальные Позже даже в официальных документах Этот период будут называть Сучными войнами После этих случаях войн Очень много Очень много Воров не выделили И поэтому воры Полесили что Воров может признаваться Только тот Кто был признан Насколько Судивости Много Много Дед Хасан едва ли не единственный Из воров старой закалки Переживших и Соликамские ломки И войны 90-х По большому секрету Нашему корреспонденту подсказали Где найти такого серьезного человека Продолжается посадка В этой речи Где Москва растут Москва, аэропорт Внуково Обычный зал Обычный день На этих троих в штатском Ни прохожие, ни милиция Не обращают внимания Человек в меховом кепе Это и есть Дед Хасан Ну а вы дизносмен Вы, как мне известно Я живу на пенсии пенсионер Пенсионер Хасан И видеолюбитель Джем Дружили домами Точнее семьями В сицилийском смысле слова Убили в Атокаре Два года Это в Тамбуре или где? Нет, в Тобурске А, в Тобурске, да Где он был коронат Мне спрашивали Вы били на день рождения Я говорю, конечно, я убил Это били, если это Кто там били? Дворники, слесари, токари Поговаривают, он был на коронации Джема Этот обряд святая святых воровского мира И даже в тюрьмах Лишь единицы знают Как все происходит Уникальный случай Коронация во всех подробностях Показана в кино Впрочем, это голливудская версия Русского обряда Фильм Порок на экспорт Тебя насильно накалывали Ни разу Мы встретились в русском ресторане в Лондоне Собрались на Воровская сходка Эта сходка напоминает Допрос с пристрастием Кандидат воры Гол А коронованные особые Проверяют новичка на прочность Ты в питерских крестах сидел? Движноходов сидел Мы все притворялись Очень жесткими ребятами Я был очень жестким Я был старым вором Вы знаете, что это такое? Понятие воров Специалист по понятию Рецидивист Заур Сразу заметил Отличие воровской правды От художественного вымысла Создателя вот этого фильма Я козлил Это же маразм полный Он сидит Как будто на казни Как будто перед инквизицией А тяжествую был сука и фраер Так? Это настоящая голливудская голиматья Если это воровской ходняш Воры должны знать, кто это Зачем раздеваться? Я не очень хорошо разбираюсь в этой теме Но я изучил понятия Потому что я босс Я босс русской мафии в Лондоне То ли учителя в Голливуде плохие Или просто не разобрались Но и кинематографисты из США Видимо, недопоняли понятия Американский кандидат на воровскую корону Пленется в воровской честности Как комсомолец И только после этого Ему накалывают звезды И присваивают гордое звание Вор в законе Зачем звезды? Может быть, вор вообще без заколов? Наколки по вкусу А вот собственные имущества и квартиры Ворам в законе раньше были по кодексу запрещены Если надо, поможет общак Жениться тоже нельзя Но в наши дни воровские заповеди пересмотрели Так появились жены в законе Со своей женской правдой Еще у нас был ребенок маленький Он был у нас парализованный Ей было 7 лет Она умерла И, наверное, этот ребенок Все грехи с собой в могилу забрал Его грехи В музей истории ГУЛАГа чаще всего заглядывают те, кто сам не сидел Но сегодня в гостях человек с понятиями Авторитетный положенец Заур Он же вор-рецидивист «Золотая ручка» Сдохни ты сегодня, а завтра Рецидивист такой Экскурсию проводит лично директор музея Бывший политический СК Родственник легендарного революционера Антона Фавсиенко Но мирный тур превратился в разборку Как только в их совести стал рассказывать про воровской суд Они друг друга судят Толковище они его называют И здесь, конечно, смертью уже пахнет Бежит нож большой Сам себя можешь зарезать Как вы могли видеть воровской толковище, если вы вором не были? Я был на особом положении Я артист, понимаете? Артист или фраер, или кто? Я никак не могу понять Мужик, фраер, вор, кто? Я фраер? Вы могли быть фраером? Войди в помещение, где толковище воровское Я старый арестант, который уже черт знает сколько лет Я бы не сказал, что вы старый арестант Вы сейчас доказываетесь, а воровка какая гада Вы кончили Мне зачем врать-то? Приукрашивать? Дело в том, что я был в этом коме, где вы сидели Только чуть позже Вы были в одном лагере, наверное, и все Я 27 лет отсидел Во-первых, во-вторых Я сейчас вам объясню, что такое суд воровской Объясните вам, как было действительно Я не мальчик вам Вы в мой горе По Москве Как он мог меня и допустить Это был бред Абсолютный бред, Плитонович Не хочу, извините, не хочу слышать Там, где воры На сходнике Туда никого не пускают Это только избранные Если вор прошлафился Никогда никакой сходняк не добыть Чтобы до вора кто-то затронулся Берет дождь витаски и пробивает себя История о воровском Харакире кажется легендой Для простых людей воры в законе Не очень похожи на Робин Гудов Мы сговоры с вами Воровской мир получается хорошим Что-то негативное вы можете сказать? Очень много негативного есть Конечно Система при любой власти хранила молчание Была полная картотека Где крестился, кто давал Значит, какая кличка И плохое, и хорошее, и удивительное Вора было под рукой Но запрещено работников милиции и ЦК Чтобы доказать, воры в законе существуют Легендарный Александр Гуров Пошел на должностное преступление Справка о результатах изучения Разоблаченных преступных групп И выявленных в формах Организованной преступности Вот так называлась справка Гриф «Секретно» Бутпись «Майор Гуров» Направляем в ЦК Тогда же Гуров создал первую в стране базу данных Воровскому сообществу Среди прочего Списки воров, сотрудничавших с КГБ и МВД Этот компромат мог бы стать бомбой Но в эпоху дикого капитализма Воровская картотека исчезла Я обращаюсь к тем сволочам Которые продали Где картотека по ворам в законе? Мы создали 9 картотек Что-то наверняка осталось Но многое продано было Продано Все в розницу продавали А наши подразделения просто уничтожили Пока в стране царил хаос Воровское сообщество осваивало новый бизнес Кооперативы и ларьки Они породили рэкет и крыши Как всегда законодателем новых традиций Стала Москва Не было ни одной структуры Такой более серьезной Москве Которому не имел отношения для влияния Атарий Витальевич Надо посеять добро Чтобы пожать это добро Потом опять его посеять Атарик Вандришвили Он же Атарик Шерхан До конца жизни проходил по документам Как тренер Тренер общества Динамо Вообще это общество Органов Справопорядка Как федеральный суд безопасности Так и МВД О нем шутили Лидер организованной спортивности При этом король Москвы Не был вором в законе Но в его авторитете Не сомневались ни дети Одесса России Динестра, правильно сказал? Да! Ни спортсмены Как тебе стыд? Ни звезды Атарик был классический виз Вожки Вожки определенных Людей Которые за ним шли Это незаконная Торговля наркотиками Незаконная торговля оружием Торговля антиковырятом Это одно из самых громких Заказных убийств того времени В Москве на выходе Из пресненских бань Снайпер расстрелял Самого авторитетного из авторитетов Это было 5 апреля 94-го Атарик парился по вторникам В одно и то же время И это все знали И так попарившись Он спустился на улицу В этот момент Киллер уже занял позицию На чердаке под крышей Орудие преступления Обычная винтовка С оптическим прицелом Вот эти ступени Путь до машины Всего ничего 50 метров не будет По официальной версии Убийца не знал Кого стреляют Ему сказали Выйдут трое Стрелять надо Самого крупного Квантришвили уже подходил К машине Когда раздался первый хлопок Рядом находился работник Баня Подумал Полуснуло шампанское Первая пуля Попала в плечо Вторая В ухо Третья пуля Оказалась смертельной Атарий упал на машину Сказал единственную фразу За что На похороны Авторитетного спортсмена Тогда съехались Сливки общества Траурный кортеж Растянулся на несколько улиц Похороны снимали Не только журналисты Но и операторы В штатском Это была уникальная возможность Запечатлеть на видео Крестных отцов Кажется, что он Откроет дверь И вломится Опять Такой же Улыбчивый Здоровый Слон В кепке Да В кепке Мне, например, нравится Дон Корлеоне Если честно Мне Дон Корлеоне По книге И фильмам Нравится Понимаете В этом отношении Крестный отец Да, в этом отношении Он был крестным отцом Он помогал Он делал добро Он руководил людьми Понимаете Он помогал детям Он любил порядочных людей Обшарпанный подъезд Облупившиеся стены В этой старой пятиэтажке В Махачкале И живет сейчас Заур Золоторучка Здравствуйте Ну и почти Вместе с дочерью и женой Людмила Ивановна Подружка верная моя С которой я прожил Четверть века Он Вор Рецидивист Пол жизни по тюрьмам Она Народный заседатель Никогда не сидела С тех пор Как познакомились Самые большие расставались На пять лет Когда его посадили Как человек Сама по себе Очень такая вот Интеллигентная женщина И я даже сама Вот порой Себе удивляю Думаю Как же я могла Быть из-за него замуж И как же вы могли? Полюбила Она любила И его самого И его друзей Очень интеллигентный Такой был Порядочный Такой был Вор в законе Сколько раз Воры в законе Приезжали к ним в гости Оставались на ночь Их порой Нельзя сравнить С каким-нибудь Интеллигентным Человеком Теперь кажется Она боготворит их Высокие Красивые Стройные Вот только Отчего-то Ей совсем не хочется Видеть в числе Коронованных Своего Заура А вам хотелось бы Чтобы ваш муж Стал вором в законе? Не хочу Не хочу Я Чтобы он был Вором в законе Не хочу Он Как говорится Живет этой жизнью Даже вот Он может быть Отошел от этой жизни Да А в душе у него Все равно Это все осталось Сейчас уже время ушло Я живу Другой жизнью Абсолютно А раньше Будучи молодым Конечно Я стремился К этому всю жизнь По большому счету Я им был внутри В душе своей От той воровской жизни По-настоящему Заура отошел Только когда у них Заболела первая дочь У нас был ребенок Маленький Он был у нас парализованный Ей было 7 лет Она умерла И наверное Этот ребенок Все грехи Собой в могилу забрал Его грехи Мне многие задают Такой вопрос Почему ты не стал Вором в законе? Я ей повторюсь Ворами не становится Ими рождается Рожденный вором Он по-прежнему Чтит понятия Но последние 9 лет Не ворует Сейчас на стене Его квартиры Благодарность от МВД Грамота от наркоконтроля В свои 61 Он устроился в газету Молодежь Дагестана И кажется Жизнь только начинается Их жизнь Их жизнь Их жизнь Их жизнь Отменивает Мы только Сводка Время Продолжение следует...